Мы лишь узнаем про 10 самых лучших гимнасток в истории. 10 место. Лариса Латынина. Настоящая легенда спортивной гимнастики Лариса Латынина. Она до 2012 года была самой титулованной спортсменкой в мире. У нее 9 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовых олимпийских медали с игр в Мельбурне, Риме и Токио. Дочь обычной уборщицы и участника Великой Отечественной войны, погибшего под Сталинградом. Она практически случайно попала в гимнастику. В 5 классе она записалась в секцию, а в 9 выполнила норматив мастера спорта. Ее выступления поражали своим изяществом и артистизмом. Это был не просто спорт и трюки, а настоящее искусство. Возможно, это связано с тем, что в детстве она увлекалась балетом. Латынина вышла на помост даже после родов. Ее дочка родилась через 2 года после первой победной олимпиады. После завершения карьеры она возглавила сборную СССР по гимнастике и провела своих учениц еще через 3 олимпиады. И все с блестящими результатами. 9 место Полина Астахова У многих советских гимнасток печальная судьба. После завершения карьеры они не могут найти свое место в жизни. Одна из таких спортсменок Полина Астахова, обладательница 10 олимпийских медалей, из которых 5 высшей пробы. Полина начала заниматься гимнастикой довольно-таки поздно, по меркам этого вида спорта, в 13 лет. И при этом стала самой юной участницей советской гимнастической сборной на олимпиаде в Мельбурне. Казалось бы, уж кто-кто, а Астахова заработала себе на бездетную старость. И тем не менее, под конец жизни ей пришлось продать все свои медали, мебель и даже одежду, чтобы просто прокормиться. А умерла она от простуды в 2005 году в Киеве. 8 место. Людмила Турищева. Это самая академичная гимнастка Советского Союза, обладательница 4 золотых, 3 серебряных и 2 бронзовых медалей. Турищева была капитаном советско-гимнастической сборной и обладательницей железных нервов. В 1975 году на соревнованиях в Лондоне, во время упражнения на разновысоких брусьях, спортсменка почувствовала, что снаряд плохо закреплен, но все-таки доделала комбинацию до конца. Брусья развалились у нее прямо за спиной после соспока. График у Турищевой был космический. Просыпалась она в 4 часа 45 минут. Тренировки с 6 утра и до 9 вечера. А с 14 лет к этому безумному ритму добавились еще и жестокие ограничения в питании. Одно время, рассказывает в своих интервью Людмила, мы питались так. Появились какие-то мензурочки, чашечки. В одной 10 граммов салата, в другой 50 граммов водички. Сейчас гимнастка, работавшая раньше тренером, вышла на пенсию и занимается домом и мужем. 7 место. Ольга Корбут Одна из самых известных и самых необычных советских гимнасток, эмоциональная Ольга Корбут. Она рыдала прямо на помосте, заставляя сопереживать зрителей со всего мира, срывала простые комбинации, а потом выходила и делала то, что еще недавно казалось невозможным. Новатор Корбут подарила гимнастике несколько новых элементов, среди которых знаменитая смертельная петля. Ее потом запретили включать в программу из-за повышенной травмоопасности. Гимнастка считалась одним из самых ненадежных, но все-таки звездных членов сборной СССР. В итоге 4 золотых и 2 серебряных медали Олимпиады и огромный комплекс наград на чемпионате мира в Варне в 1974 году. Уже потом, много лет спустя, уехав на постоянное место жительства в Америку, Ольга расскажет журналистам, что подвергалась сексуальным домогательствам со стороны своего тренера. А еще через несколько лет ее поймали за воровством продуктов в обычном супермаркете. Позднее еще было известно, что она продала все свои олимпийские медали. 6 место. Елена Мухина Трагедия этой гимнастки не дала ей ни разу взойти на Олимпийский пьедестал. И все-таки в команде мечты она стала бы лидером. За несколько дней до Олимпиады-80 звезда советской сборной и надежда страны упала на тренировки и сломала позвоночник. Елене не смогли вовремя оказать медицинскую помощь, из-за чего девушка оказалась парализована на всю жизнь. Работая с переломами, вывихами, растяжениями день и ночь, спортсменка выполняла сложнейшие элементы, один из которых назван ее именем – петля Мухиной. Работоспособная, неутомимая Мухина даже немного пугала своих подруг по команде напором и многочасовыми тренировками с ваткой, пропитанной нашатырем в руке. Елена рассказывала, что это трагическое падение много раз виделось ей во сне. Пятое место. Нелли Ким. В детстве она была дрочуньей и заводила ее во всех самых отчаянных дворовых играх. В гимнастике Нелли Ким оказалась тоже немного бунтаркой, но невероятно талантливой. Даже не пытаясь догнать абсолютных лидеров того времени – Людмилу Турищеву и Ольгу Корбут – она спокойно выступала на соревнованиях, параллельно усложняя свою программу до максимального уровня. В итоге Ким стала первой гимнасткой в истории Олимпийских игр, получившей максимальную оценку в 10 баллов за вольные упражнения и опорный прыжок. Всего у нее 5 золотых и 1 серебряная медаль Олимпиады и несколько наград чемпионатов мира. 4 место. Елена Давыдова Триумфатор домашней для Советского Союза Олимпиады 80-го года Елена Давыдова обошла непобедимую румынскую гимнастку Надю Каманечи, вырвав у нее с разницей в несколько сотых балла абсолютное чемпионство. А ведь в детстве Лену не хотели брать в гимнастику из-за слишком маленького роста. После Олимпиады до этого ничем не примечательная гимнастка стала звездой и даже появилась на обложке европейского выпуска журнала Newsweek, как одна из лучших спортсменов года. После победы Давыдова много лет участвовала на чемпионатах мира, а потом в показательных выступлениях команды. И это при том, что Олимпиаду она выиграла в 19 лет, а это предпенсионный возраст для гимнастки. Окончательно завершив карьеру, Давыдова стала известной спортивной судьей и сейчас работает тренером в США. Третье место. Елена Замолотчикова Это последняя российская гимнастка жестокой советской закалки. Елена Замолотчикова получила сразу две золотые медали на Олимпиаде в Сиднее в опорном прыжке и вольных упражнениях. И произвела фурор среди фанатов, называвших ее «невеста Сиднея». Маленькая, стройная спортсменка, словно рождена для гимнастики, но, к сожалению, не в так называемый «золотой век» для нашей сборной. Сейчас Елена работает тренером на юго-западе Москвы, но карьера складывается не лучшим образом. Вокруг нее как-то разгорелся скандал. Елену обвинили в плохой работе, а она всего лишь пыталась отстоять родную спортивную школу, которую в итоге объединили с другим учреждением. Сейчас Замолотчикова готовит спортсменок, успешно выступающих на юношеских соревнованиях. Второе место. Светлана Хоркина. Она пришла в гимнастику в 4 года и сразу показала себя как будущая чемпионка, а в 13 лет уже вошла в состав сборной России по спортивной гимнастике. Всю ее карьеру окружали скандалы, связанные с несправедливым судейством, ошибками при установке снарядов и другими несправедливостями. Королева Брусьев так называли Хоркину после золота на этом снаряде в Атланте и Сиднее. Она является соавтором семи сложнейших гимнастических элементов. К сожалению, выступала Светлана нестабильно, часто не могла справиться с волнением или разочарованием от своих неудач на снарядах. После завершения спортивной карьеры родила сына и стала депутатом Государственной Думы. 1 место. Алия Мустафина Алия Мустафина была новой надеждой российской спортивной гимнастики и принесла нашей сборной первое за много лет олимпийское золото. Но путь к нему был непростым. После триумфальной победы в абсолютном первенстве на чемпионате мира в 2010 году, Мустафина из-за травмы чуть было вообще не ушла из спорта, а потом долго восстанавливалась, чтобы вернуть себе форму. И все-таки девушка успела к Олимпиаде 2012 года в Лондоне и стала одной из самых популярных спортсменок в России. И несмотря, ну уже далеко не юный возраст для гимнастки, ей был тогда 21 год, Мустафина завоевала бронзовую медаль Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро в личном многоборье. А теперь, в заключении этого видео, я вам покажу смертельный трюк в своем исполнении, который называется «Топорик на турнике». Редактор субтитров – «Топорик на турнике»